И снова всем привет! Третья серия ФФА-сериала на шестерых, в котором я не участвую, но который комментирую в финал моего первого ФФА-турнира. Если вы не смотрели первую и вторую серию, то немедленно переходите по ссылке в верхнем правом углу. Да уж, фасткликер ты хороший. Фасткликер. Это Анатолий, видимо, фасткликер. Сириус гнобит Анатолия за фасткликерство. Ай-яй-яй. Переходите по ссылке в верхнем правом углу, белая кнопочка Ай, и смотрите все серии подряд. Ну, что мы тут имеем? Имеем мы продолжение битвы за Пасаргады, Россия против Персии. Кстати, вполне историческая реконструкция, потому что, по-моему, три было российско-персидских войны. А Персия – это продолжение, собственно, Иран нынешний, это Персия. Так что, ну, правда, эти войны были не вот в тот период, который сейчас у соперников, не в 500 году нашей эры, а в 18-й, по-моему, в конце 18-го века, если я ничего не путаю по истории, поправьте меня в комментариях, кстати. Все войны были выиграны Россией, после них много новых территорий, новыми территориями Российской империи приросло. Посмотрим, как оно будет вот в этой игре. Но вот во второй серии, в предыдущей, когда Сириус готовился к атаке, я, честно говоря, думал, что Персия будет просто очень быстро вынесена. Однако Анатолий хорошо защищается. Тем не менее, я все равно думаю, что Пасаргады будут взяты. Но Анатолий защищается хорошо. Вот у него уже генерал его есть. Возможно, он сейчас будет пытаться, кстати, отъесть крепость обратно. Поставит генерала... Нет, закончился ход. Можно было поставить генерала... А, нет, отъел, смотрите. Странно, а как он так походил? Там же вроде дорог не было. Ну, в общем, сейчас будет очень сложно Пасаргады брать. Откровенно. Анатолий сориентировался, построил много метколуков. В общем, все не так уж плохо. Давайте мне интересно, чем занимается Сириус. Ну, он вроде везде арбалеты строит, как я и говорил. Золотой век, тем более, начался в России. Ну, давайте теперь глянем пока на развитие всех остальных. Скоро Ая Софья укицала, универы заканчиваются. Ну, по технологиям, похоже, Египет и Ацтек впереди всех. Даже скорее Ацтек чуть впереди, именно потому, что он построил великую библиотеку. Но постепенно его Египет будет доставать. И тут, я думаю, у них будет все-таки война на море. Я практически уверен. Мне просто только интересно, кто первый все-таки решит идти во фрегаты. Что у нас у Ефиопа? Ефиоп идет по нижней ветке. Он дошел аж уже до Нотр-Дама, построил Нотр-Дам. Он заканчивает, между прочим, он принял честь и заканчивает строительство статуи Зевса. И я думаю, что Ефиоп планирует атаку на Ацтека. Потому, что у них, видите, уже границы соприкасаются близко. И у него был построен, кстати, четвертый поселенец. И он его держал около столицы. Мне вот интересно, куда он его дел в итоге. Где этот поселенец? Куда он его повел? Ладно, давайте еще глянем, что у нас у Майя. Ну, Майя Ара хуже всех записывал видео. Видите, оно и квадратненькое такое, и качество не самое. Так, статую Зевса Ефиоп построил. Неужели никто не будет удивляться тому, что Ефиоп построил статую Зевса? Так, ну... Давайте не отвлекаться от войны. Ну, видите, уже приходится отступать русскому, потому что крепость хорошо поставлена персом. Сириус воюет в 2D режиме, чтобы быстрее... И все равно Анатолий его перекликивает. Видимо. Ну, вот так сейчас выглядит... Ну, да, коцаются юниты у перса, но дело в том, что и у русского не все так радужно. На самом деле. То есть, у него тоже юниты? О, Хана арбалету. Сейчас надо чинить быстренько эту крепость, конечно. Эти две крепости будут очень неплохо защищать. И русский честь не принимал. То есть, ждать, когда второй генерал появится. Снимал. Что там? Да, внезапная атака. Подлые. Кто там атакует? Ефиоп? А, вот, Ефиоп пошел в атаку на Ацтека. Отличненько, жара пошла. Вот этот команд, примешь сделку? Или я... Не, я сейчас не могу. Я война у самого. Тебе отказывает Ефиоп в роскоши. А, нужно как можно быстрее сейчас, чтобы я арбу прогрел. И вы ему еще помогаете? А почему... Давай, 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 быстрее. Да вы что, ребята, заедете? У меня второе место с конца. Вы ему хотите помочь мне захватить? Он же вырвется вперед. Вы подумай, ара, прежде чем вообще совмещать такие сделки. Что значит, давай, давай, быстрее? В смысле? Так он помогает, он персу помогает? Он себе персу помогает. А, персу, блин. Ефиоп на меня постоянно ведется. Будешь обморгать с фронтами? Да, вот уже проапгрейдил кое-кого ворону. Ну, тут, в общем, я думаю, русскому уже надо мир заключать. Как ни странно. Так, а что у нас здесь с Ефиопом? Ефиоп конкретно подготовился к атаке. Ефиоп специально купил? На эти деньги? Я не знаю, я не знаю, нет, я не купил полкетку. Это, ну, что ты не хочешь, мир? У меня тоже арбат уже. Ну, я не знаю, не знаю. Я тоже это видел, я это видел в прошлом входе, да, да. Ну, честно, не знаю. Кто-нибудь поможет деньгами? У меня YouTube заплатывает. Деньги мне очень помогут нагреть арбалетчиков. Я сейчас не комментирую, видите, потому что они общаются между собой. Что это там, прошайничество? У него, у него, ребят, шесть арбалетчиков, и он за два хода убьет на город. Но пока я... Я уже отступаю, вообще-то. Это говорит Ацтек, это сейчас говорит Ацтек. А, Ацтек, я думаю, это ты чего? Ой, это первый. Нет, ты говорит Ацтек. Ребят, помогите деньгами, очень, очень, очень. В общем, русский, я предлагаю тебе все-таки сейчас помириться и помочь. Не знаю, лучше сам думать. И сейчас просто больше потеряешь реально сейчас. Ага, Кицал что-то дал Ацтеку. Ацтек, поможешь мне? Ой, Ацтек, Ацтек, где сам Ацтек? Не знаю, я бы на месте Кицала пошел, лучше бы Ацтека распилил, взял его морские города, а эти наземные оставил Эфиопу. То есть, тут они вполне могут договориться, потому что... Ну, блин, не воюя сейчас, мы отказываем войну на потом. Воюя сейчас, мы не развиваемся и даем развиваться остальным. Ну, тут я почему-то уверен, что... Тео Тихуакан точно возьмется. Ну, тут Ацтек вообще никак не подготовлен. И территория очень хорошая для атаки. О, тут Амон вообще пошел прям в честь конкретных генералов еще набьет. Ну, тебе не нужно, да? А, да-да-да-да-счет. Что там? Это так и непонятно. Где он на тебя нападает? Он на Тихуакан. Я тебе сам отправил, моя. Может, ты примешь там, что я отправил? Нет, я больше давал. Ну, я по пыхах это все делал. Ну, блин, Ара только всем помогает потихоньку, хотя находится в центре. Но ему тоже не очень хорошо, если, дайте, эфиоп захватит Ацтека. И получается, что единственным, в принципе, соседом будет Майя. У него не первая армия, кстати, сейчас. Для тебя я не вижу смысла. Да, в русском. Вижу смысла, русскому дальше продолжать числевать, потому что... Ну, когда у тебя был перевес реальный по армии, у тебя были арбалеты, у меня не было. Ты поставил генерала, а я еще не поставил. У тебя были шансы завязать меня легко. Сейчас ты даже, то есть у тебя есть шансы передавить меня промпой, да, но это выдается уже, ну, в более ощутимой гораздо потере, поэтому... Ну, не вижу смысла для тебя сейчас. Ну, я хочу дождаться генерала. Ну, из того, что я вижу, как бы я... Если его поставлю там знаешь куда, то... Все у меня будет хорошо, наверное. Из того, что я вижу по армии, я все-таки уже больше с перцем согласен. Потому что... Ну, это время, что ты будешь ждать генерала. Сириус, видимо, не недооценил перца. Он, наверное, посмотрел, как он города поставил и решил, что игрок слабоват. Вот. И решил, что он так его сейчас тут просто возьмет. И, по идее, он мог его просто взять, если бы Сириус так серьезно взялся за дело. То есть, так, был более сконцентрирован на атаке, потому что все возможности были. Но сейчас уже немножко другая ситуация. И постепенно, постоянно что-то Перс унижает Россию, уничтожает юниты. И, собственно, видите, ему пришлось отойти назад. Не знаю, Сириус, видимо, ждет еще одного генерала. Но без чести второй генерал долговато будет. Тем более, что он юниты теряет. Я еще не уверен, у кого быстрее будет генерал. И даже если у русского будет чуть раньше генерал, я думаю, Перс все равно сможет немножко позащищаться еще. Так, это вот мы видим технологическое дело Перса. Ну, давай вот так сделаем. Мы не воюем до того, как минимум, до того, как один из нас выйдет в новейшее время. Ну, видите, все-таки идут переговоры о мире. Чего Перс сказал, что по сути? Дорис, Дарс, согласен. Дарс, хорошо. Дарс, какой-то накладывался звук на один, на другой. Ну, они, видимо, Дарс согласились. Ну, что ж, у нас есть другой фронт, на который интересно посмотреть. Почему нет? Да, он напоследок стрельнул с кем-нибудь. Да, как же ты так напоследок стрельнул? Ну, блин, обидно. Обидно. Так тут не задалось все. Идет война. Сириус, скриншоты... Нет, это не Сириус, наверное... Кто там, тем еще войсел, делает скриншоты. Прищоп на спектаке напал. Сейчас. Ух, а тут у нас... Ты что, ты отбиваешься, нет? Ну, давайте... Хрен, от меня город, скорее всего, упадет, а дальше не знаю. Хотя вон сколько... Ну, столица не упадет. Он апнул своих ягуаров. Он насобирал денег у людей. И апнул ягуаров. Ну, посмотрим. Уже опять выглядит, что... Ну, с другой стороны... Конь есть. Если он сейчас построит дорогу... То есть, те у Тихуакан, как минимум, уже можно брать. То есть, видите, снята защита практически до конца. О, первое, ты хочешь мою религию? Я тебе говорил, я даже пророку садил, что-то... Ну, еще один генерал у Эфиопа появился. Блин, а ты что, по-моему, каравану что-то стрелял? У меня караван куксин. Нет, это, наверное, из-за того, что крепость поставил я рядом. Ну, город может сказать тебе. Ах, как зря мне окажутся. Да, интересно, он сдохнет? Зря мне окажутся. Еще нет, конечно, можно. Не встречал, как караван так подыхал. Прикольно, я тоже не встречал. Но он мрет незаметно. Ну, у Ацтека, видите, как больше армии вообще нет. У него вся армия под Тихуаканом. Я думаю, что зря Эфиоп коня подвел. Мне кажется, его могут убить следующим ходом. И он не возьмет город. Лучше было подвезти. Кони с чем хороши, что они на четыре клетки бегают. То есть, он мог потом спокойно захватить. А так ему нечем. Ну, как, у него есть... Хотя у него копейщик еще стоит тоже практически убитый. Так, а где там раненый караван, о котором нам все рассказывают? А вон, в Пасаргадах, видите, раненый караван. Ну, что, берет Теу Тихуакан? Ну, Эфиоп конкретно шел в... Ага, он убил... Ацтек в конце хода убил копейщика. Ну, что, успеет Эфиоп? Нет, убили коня. Ну, я же говорил, что убьют коня, я не знаю, зачем он. Ну, значит, на следующий ход попадет. А нечем, как видите, нечем брать. А вот, смотрите, ниже Теу Теу Хуакана скаут... 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 Египта Китсала наблюдает. Кстати, не совсем правильно. Надо было тут Унхамону играть за Египет, а Китсалу за Ацтеков играть. Не совсем верно, мы раздали нации. Ладно. Что там с армией у Ацтека? Неужели и Эфиоп город не возьмет? Смотрите, у нас... У нас две войны, которые... грудковая алмаза, ни к чему не приводят. Да? Откуда? Не знаю, но я не могу, чтобы заговорить, подавать. Ничего себе. А, молодец, молодец. А, точно. Слушай, так меньше еще немножко, не было, не сутки-пилку. По сетке. Не забывай, что было. Не забываю. Я книги, я не забываю. Я вообще ничего не забываю. Ну что, русский с персом уже заключили мир. Как я понял, до артиллерии. Как они договорились. Поэтому, ну, перс очень неплохо отбивался. А вот такой мая, если у него есть там? Подо мной-то к Алматы. О, Алматы? Пойдем к Алматы. Но он мой самец на веки вечный. Ну что, я хочу 15 монет. Да иди, иди, пожалуйста, там поход есть. Гонзо ждет конца хода. Ну да, отбился тут получается. Вот всего лишь из-за того, что коня Тутанхамон зачем-то поставил под Теутихуакан. Он мог этот город следующим ходом брать тогда. Но, видите, как-то очень странно воспользовался. А, нет, взял. Все-таки взял. Ну, он купил, он в Адве построил коня, достроил дорогу и уже прямо из города конем прыгнул и захватил. Ну, а у Ацтека теперь нечем его отбивать просто. Да, ну, я думаю, что Китсалу надо идти в Голиасы и захватывать заслабевшего. А, вон Астрономия, кстати, идет. Какие-то более-менее сильные. Вначале вообще на арбалетах, ну, он очень глупый, потому что остальные... На самом деле тут, по сути, никто не вырвался. Это все фигня. Пока что тут... Да, так на самом деле есть. Ну, у меня город взяли, так что... Еще наборую на него, парень, блин, собаки. Блин, Саля, может помочь нам Ацтека, нет? Я ему денег дал, да, но юниты мне вести тут очень долго. Тем более, зачем вести юниты, если можно Ацтека допилить потом. Здесь, конечно... Правильно Кицал говорит, что тут никто не вырвался, на самом деле. Выглядит все очень ровненько. Немножко подсел, конечно, перс за счет войны, но он хотя бы не проиграл. Развитие у всех неплохое. Говорит, ты смотри, бананую за крепостью. Снасти крепость. Снасти крепость. Да крепость я, может, снесу. Просто джунглей, как бы не был, ты заменил. Перс... Да. Перс говорит про эту крепость под Пасаргадами. Барабудур все-таки Сириус построил наконец. Но я считаю, что надо было Ария строить Барабудур. Не знаю, почему он так... Тормозил. Он бы мог свою религию разнести по всему, всему миру. А Росли, ты меня что-ли воевать, если хотите? Конечно. Постройку. Нифига себе. Пенсионерами пойдем. Давай открыть карьеру. А, ну да. Что тут делаешь твои арбалетики и копейщики? Вообще, приятно, конечно, рекламировать два ГИС. У них постоянно появляются новые функции. И мне есть, что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Ну да, выглядит, что русский тут серьезно настроен. Ку-ку. Так, что у нас? Да у меня тут просто... Он тут Нахамон. Тут ничего загребать, там дороги все убирать. Сбирать. Печально, да? Тут Нахамон серьезно взялся за дело. Вот у него с Ацтеком получается все-таки. Мне все-таки кажется, что... Который такой в тыл по коням забежал. Там уже варвары все разграбили. Откуда у тебя варвары на территории в такое время? Ну, ресницы, лагерь недалеко. Из него конь выскочил. Да, грустно у Ацтека выглядит, конечно. Но зато Великую Библиотеку построил, да? Я не понимаю, все-таки от этого идеи было ранее Великой Библиотеки. И по поводу войны русского с Персом, я считаю, что там именно Сириус недооценил соперника. То есть, он думал, что вот у него тут куча производства, куча денег, он все проапгрейдил варвары, и сейчас спокойно Персос сносит. Чтобы он не мучился, как говорил Сириус. Академию. Ну, а здесь Татанхамон все-таки подготовился. Черт, я думаю, все-таки идет воевать. Хотя, может, они защитный пак там приняли? Я не обратил внимания. Ну, не видно, чтобы Ара как-то сильно тут армию устроил. Так, что у нас у Кицала? Вот Кицала у нас вообще в отрыве от всех. Он единственное, тут на Аджибе развивается потихоньку. Но я думаю, что он на фрегаты пойдет и возьмет Ацтека с моря. Потому что ситуация очень благоприятная. Ацтек не в состоянии будет пойти и на морские юниты, и на сухопутные. То есть, я думаю, что Египту с Эфиопом надо распиливать просто Ацтека. И все. И все. Это, можешь, миссионер, убрать поле? Вообще, двоих лучше убрать. Ой, сейчас. Поле уберу, а вот третьим ходом. А, подгороду уже обращен, блин. А ты рабочего можешь отвезти вот этого нижнего, чтобы я дальше побежал? У верхнего, точно. Не, он не ходил, потому что. Блин, блин, блин. А нижнего, чтобы я пробежал как-то, а то он не может сработать в тех деле. Ну, вот этим, которым ты в джунгли пошел, прошел. Иди в сези. А, ну давай так. Вот так дольше прямой же хотелось. Не, не. Который на крепости, ты зря туда пришел. Я бы освободил тебя, получишь в полисе, я бы пошел бы крепость убирать. Где твоя армия, моя? Скажи мне. Хочу увидеть твою армию. Сейчас подойдем. Давай. Все. И война снова продолжается. Но на другом фронте. Ну, как бы логично, у русского есть армия, куда ее девать. Почему бы не попробовать другого? Через что? Через астрономию я вам могу сказать, что он входит в новое время. Ого-го. Сейчас, похоже, ацтека подносить. Меня и так уже поделим, думаю, что нужно будет. Я тоже думаю, что будет ацтека сносить. Так, ну тут пока ничего интересного на этом фронте, пока только подходят войска русского. Ну, у Ары там не особо видно ту же армию, мягко говоря. Здесь, я думаю, что Эфиоп только Тео Тихуакан возьмет. Платололика вряд ли. Платололика так серьезно. Хотя, посмотрим, сколько тут армии у ацтека. У него три арбалета и рыцарь. Ура! Так, что там Китсал делает из таиндийскую компанию? То есть, он пытается деньги на ап хоть какой-то, видимо, Голиасов. Но он, видите, начал открывать. Ну, я думаю, что он машинери открывает для того, чтобы построить литейку. Литейный вот этот завод, или как он называется. Национальное чудо. Чтобы круче было клепать фрегаты. А фрегаты, он, видимо, откроет просто Оксфордом. Скорее всего. Хотя, с другой стороны, это ФФА. Здесь Оксфордом открывать фрегаты не очень круто. Хочется Оксфорда ставить на более крутые технологии. Судя по тому, как сейчас играть с вами, нужно уже предсказать, что Китсал победит. Что-то я это почти в каждой игре слышу, что кто-то такое говорит. Да нет, потому что мы тут все воюем. Да, все погрязли в войне почти. У меня плохое место просто, понимаешь, в чем дело. У меня тут, да, с края, но тут мало места, и оно очень хреново. Я же не знаю, если плохим местом не выходит в астрономию. Нет, ну я вышел в астрономию, чтобы обсерваторию построить. У меня тут два города в горы стоят. Не в этом дело просто. Я не оторвусь по развитию, понимаешь. Если я не оторвусь в развитии, значит, как я выиграю? Сейчас, на самом деле, Майя отрывается в развитии у него четыре города, и там... Майя сейчас внесет керам. Кто? Астерный посол. Террасе напал. Да, кстати, выглядит так, что его могут вынести вместо пращи. Смотрите, какая тут фаршик какой приперся. Я не знаю, что там, Арисия, думал. Видимо, ты думал, что... Чего-чего там, ты сказал, я слышу. А, ну, знаку миру, я выкапываю, пожалуйста. Печалька. Не ожидал, Ара, походу, что к нему придут сейчас. Смотрите, как. Что у него вообще с армией, он вообще где-нибудь... Ну, он уже, наверное, везде строит, конечно. А стены в Чеченице сейчас достроятся. Альгамбра в Поленке. Блин, тоже где взять Чеченицу? Ара, я смотрю, такой... Оптимист, Ара. Чего-то ты нападаешь на всех, а захватить не может. Во-во. Сейчас посмотрим, кстати, что там в Танхамоне. Плохо. Да, крепость бахнул, действительно, Ара. Он между Поленке и Чеченицей. Я тебя, похоже, выбивай, ни с чем. Так, а чем он брать собирается? Пока... Что-то у нас такая открытая местность. Скоро он уже развеет. Просто очень невозможно воевать. Джунгли-холмы. Да, и у них тоже... Тоже не особо открытая местность, на самом деле. Просто... Ну, более-менее открытый вот между русским и персом. А... Ну, блин, я не знаю. Русский пришел одним пикинером. То есть, Майя достаточно вот того пикинера убить. Как бы все. ПК-шка не может обработать люкс. Просто бред. Так, еще глянем, что тут у Эфиопа с Ацтеком. Но пока Тлотелолька никак не берется, ладно. Вернемся. Неужели, на этот ход обработала хрень? Стоит летит. А, разграбил караван. Русский разграбил караван Майя. Альгамбра. Ну, это же не Ацтек сейчас. Ой, не Майя же, поссоро. А, блин, не сдавайте. Мамбаса. Рыцарит, да. Молодец. Мамбаса же стилет. Захватил рабочего Майя. Эх, не захвачу я тебя ни, человек, стал. Стоя аром. Ну, так и иди отсюда. Я ж тебе говорю. Ну, хоть армию меньше стало. Прорядил ее. Как-то Сириус неподготовленно все это сделал. Ну что, Мердром взялся? Обе атаки. Ну, я ж тебя пкинул. Все, и с Майя заключил Мердром. Сириус со всеми соседями поссорился. Посмотрим, как это повлияет на будущую игру. Так. Чак-то скажет. Что у нас... Никого не... Да, в навигацию пошел. Кипсал. Я ставлю на то, что он будет... Что он будет Ацтека захватывать. А, тут он хамон. Эфиоп методично, медленно, но Ацтека продавливает. 23 счастья у Эфиопа. Офигеть. Ну, правильно, он Ноттердам построил. Вообще, Ацтеку надо было напрячься уже, когда Эфиоп построил Ноттердам. То есть, это показатель того, что он идет по нижней ветке, и что ему нужно счастье. У человека три города. У него куча счастья. Он идет по нижней ветке. Логика. Он планирует нападать. Вот и все. Вот и вся. То есть, видите, сравнение игроков. Тут он хамон конкретно идет по какому-то плану. Строит чудеса, исходя из своего плана развития. Потом строит армию, нападает. Ацтек построил великую библиотеку просто потому, что ему так захотелось. На 29 ходу это слишком быстро, чтобы понять, для чего он не использовал. Никакие преимущества этой постройки. И, собственно, вот проиграл в развитии, несмотря на то, что предпосылки для проигрыша особо не было. Он не понял, что эфиоп будет на него нападать. Он не понял, что эфиоп идет по военной ветке. Ну и плюс еще сейчас... Ну, если ты там в одно лицо отдаю люкс, а у него снова сейчас плохо. Ну, сейчас, если что-то билт, чтобы тебе дать ему, ну да. Это и сахар. И плюс Кицал, даже если он и не думал, например, нападать на Ацтека, то после того, как эфиоп его начал захватывать, у Кицала это просто, ну, супер логично, выйти во фрегаты и захватить Ацтека. Так что Ацтек сам себе привез поражение в данную служение. Ханам. Не хочешь через данную, чтобы он вынесет что-то сейчас. Да, сейчас у нас все. Довольно ухода через 5-5. Довольно ухода через 5-5. Окей, давай. Тара, принимай сделку. Ну, это... Я не думаю, что эфиоп сейчас испугался, что на него нападут. Потому что... Просто потому что к нему реально далеко идти. Что майя, что русскому вообще, по-моему, бессмысленно. Не знаю, зачем ему спасать Ацтека. Ацтек, ну, конечно, они карту не видят, они же не понимают ситуацию. Синхронный за сделки на последних секундах. Они видят только то, что у них тут происходит. Может еще загрузить. Получается, что... Все, ну, что творится, оставь, но сешат, у нас кости потом будет. Меня его стоит собирать, не хочу, я хочу, так и города. И все. Ну, дальше ему будет очень интересно дальше. Играть, конечно. Ну, надо, как бы, не в два города. Ну, а что, давайте, блин, все вместе теперь, как мы знакомы, где улицы. Блин, походу... Народ, что там? Вещим. Вещим, да. Да, походу, уже все это. Попробуйте, шифт-н-денажать, может, поможет. Ну, походу, что... Ну, тут Ацтек уже не жилец, действительно. То есть, вы сами видите, что Египет идет во фрегаты. Эфиоп... Эфиоп его города, Тлатылолька возьмет такие. И действительно, Эфиопу захватывать столицу нафиг надо. Да, да, походу, гружу. Он ее не задержит. Попробуй. Это кто? Ну, ладно, чтоб там не было, попробуй. Так, это у нас АРА перезаходит пока. Да, я думаю, надо перезаходить, кто там делал, кидал на подпись на секунду. Ну, как описаны, принимали все, ну, вот. АРА обратно заходит еще. Вернулся. Ну, сейчас посмотрим, что будет случиться. Вернулся. Разумляет. Так кто там кому кидал сделку? Попробуй один из этих двух чуваков идти. О, смотри, как ход. О, жизнь прошла. Сады, как ход. Вот это прикол. А у меня 0 секунд срона. Так сейчас пойдет, если я не загрузилась, пока. Не, я загрузилась. У меня входит. Да, да. А у меня 0 секунд. У меня рассчитываю. У меня на 0 секунды. Не, вот сюда. Да, ну, выходит. Это, да, слушай, да, ходит на 0 секунду, вот нахренеть. Да, на умение. Видимо, придется все-таки грузить заново. Ну, ты все равно. Сейф. Ну, русский, как видите, а время пошло. Вот, если сейчас подсоединишься, то, видимо, слежка. Ну, да. 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 Давай, давай, открытая граница. Китсал фигачит голиасы. Ну, у него деньги на апгрейд одного, но будет на апгрейд двух. То есть, ему два голиаса нормально построить, остальные строить фрегаты. Вот он уже ведет каравелку. Да, очень тянуть Светлан будет браться с Египтом явно. Так, что у нас? А тебе не надо? Не возьму их люксов на торфелях. Народ на корону не сможете провести какие-то войска. Не знаю. Кстати, а что? Наверное, нет. Мы идем, ты держись. Ну, я не долго продержусь, скажи, да. Ну, видите, у ацтека остался один вообще, два арбалета и все. Пару ходов у меня войск не останется просто. Хотя тут парами продавили, да? Да. Ну, там рыцари парочки сейчас. Ну, у вас него арбует. Ефиоп, конечно. Ефиоп серьезно взялся. Ну, нет, в принципе, Безгорд у нас пока не... Там, где сейчас война идет. Ходить можно везде. Широким фронтом. Так, это Персепарис, столица Перса. Строит. Интересно, кто-нибудь Пизу начал строить или нет? Вот я не вижу столицу русского пока. Что у него... Какие постройки? Маяки? Не знаю, по-моему, маяки без... Я целый уже первый по производству, в КСС. Да, и все там раскочегарился, нет. Пизу пока никто не строит. Как мне мой тело лучше расскажет? Через ушмоль или... А, вот я по столице езжу, кстати. Куда мы идем? Лучше, наверное, через стекаль туда вот через... Ну, тебя ж там разведка стоит, подверь. А, ну, ка... Ну, я увидел сейчас, да. Что же, выставляют на этого? Голосование мировое. Что интересно, кто предлагает в мировом голосовании? Можешь убрать его, пикинёра, почти? Наверное, следующим ходом. А, это только сейчас вообще открыли Пизу? Похоже. Астрономия? О, русская астрономия открывает. Интересно. Ну, во-первых, ему, конечно, обсерватории неплохо пойдут. Так, вот лотололька падает тоже. Ара. Ара, естественно, никакими юнитами кофеопу не идет. Ара всю игру изображает. Да, печально. Да, не печально. И вы знаете, ему ещё надо сказать русскому, чтобы русский дал ему арбалеты. Отдал, потому что он сам проведёт арбалеты и оставить себе. Это будет полностью такое. Так, Перси. У Перса грустно пока с развитием. Кицал. Фрегаты. Ну, я думаю, Ацтеку осталось ходов 6. Ну, я, кстати, не помню. Такая хрень. Если на русской раскладке, то горячий клавиш в английской версии не работает. Интересно, у кого религия. Ну, вот видите, Барабадур построил русский. Естественно, у него сейчас религии побольше будет. С другой стороны, Ацтек распространил религию эфиопа у себя везде. То есть, я думаю, что... О, нет, кажется, опять эта фемия. Ну, это разсинхрон, да. Сейчас всё по-человечески. Надеюсь, что всё грузится. Пошёл кран у вас? У меня идёт? Да. Ну, если у всех, то, значит, должно быть хорошо. Я думаю, что всё-таки сильнее на данный момент религия эфиопа распространяется. Потому что она раньше появилась в большом количестве городов. Ацтек тут, конечно, помог эфиопу. И сейчас ещё ему города свои неплохие отдаёт. Нас встречает рыцарь эфиопский. Вали! Вали! Давайте подорыв под ушмалью всадника. Ты лапнешь. Под ушмалью. А, давай. Давай, ты мне одень. Я, честно говоря, не очень понятно. Какое-то такое неистовое желание майя и русского напасть на эфиопа. Честно говоря. То есть, они там окончательно сольют свою армию полностью. Там не берётся никак. А эфиоп тут прямо на такие военные рельсы встал. У него и этих генералов немерено. Вот перс. Перс красиво. Русский читер. У него алюминий уже есть. Несчастье. Да, у меня есть алюминиевый. Прикинь, да. Прикинь, да. Ну, я тоже могу построить. Я уверен, что он и построил страны. Потому что перепутал щедрость, но не казалось, что мы тут построим. Статуи детства строят, а тут по-моему нет. А, статуи детства строят? А, я. Все. Эфиоп у моего скаута, чем ты решил убить? Блин, ребят, вы не хотите открыть второй фронт? Открываем. Открываем. Уже открыть, блядь. Скаут? Ну, до скаута армии идет. Как видите, Эфиоп ничего не теряет от того, что он напал на этого скаута. Они все равно шли на него нападать. Все логично. Счастье у Тутанхамона, Тутанхамона и Эфиопа немерено. Ждать, пока не подойдут к границам его городов, нету никакого смысла. Все нормально, все правильно. Такое дело не очень понятно, что они там... Зачем Майя... Зачем Майя и Персу это надо? Ну, видите, Ара, он... А ему-то за что? Ара фактически армию не строит. А, вот он как раз Пизу строит, 4 хода в Поленке. Рынок строит, караваны. Ну, в одном городе там арбалет один. Хотя им явно вести Ара, честно говоря, и арбалет бы не строил. Ну, пускай тут русский отдувается, раз настроил армию. Так. Кицал за Пизой не гонится. Эфиоп тоже не гонится. Ну, Ацтеку вообще не до этого. Похоже, Пизу построит все-таки Ара. Ну, православие вовсю распространяется по... Надо же вот где-то 4-й город взять. Ну, я бы не очень был бы рад. Он мне... Со мной он союзник. Я не очень рад в 3-й городе сидеть. Ну, я до сих пор сижу в 3-й городе, кстати говоря. А ты можешь поставить право от Пресполиса. Там видишь, где красительный мрамор, 3 рыбки, железо. Ну, там... Вообще, вот Пирсу надо было туда распространяться. Вот реально. Он перс... Там ни реки, ни клеток, ни мало. Клеток 10 надо. Обсерватории строить. Значит, Пиза будет у Майя. Действительно, Пирсу надо было вот... Я уже устал говорить про то, что ему надо было пустынный холм Персеполис ставить на берегу. И туда, вот, собственно, выше и следующий, второй город ставить. Неплохое место для старта двумя городами было бы. Не знаю, чего он испугался. Вот у него от этого все проблемы в игре, собственно, идут. Очень, очень странно. Ну, ладно, что у нас тут? Война так продавливает Эфиоп. Ну, Плотололька возьмется, конечно. У меня один очень классный арбалетчик, апнутый скаута еще. Так, а что тут со стороны? Это круто. С другой стороны фронта. Ну, вот, я как говорил, пять ходов им как минимум идти к границам. Главное, чтобы Эфиоп не прекратил армию строить. Ему все-таки армия нужна. Вон там рынок строит. У него деньги есть, в принципе, на данный момент. Но нету плюсов в ход. Так, что у нас? Да, фрегаты уже апнуты в Египте. Еще фрегаты строятся. Ну, в общем... Ходов шесть, видимо, вот от нынешнего момента. Я думаю, четыре фрегата для взятия этих, значит, Тетлана достаточно. Защита у него небольшая. Обстреливается со всех сторон. Армия ацтека против Эфиопа сейчас борется. Так что... Все норм. Так, ну, от стека генералу. Он одни арбалеты строит. Ну, тут уже безвыходная ситуация у ацтека, конечно. Он будет в основном против Эфиопа бороться. Но я считаю, что Гонзо сам себе игру проиграл. Потому что у него не было никакого плана на развитие. Он зачем-то быструю библиотеку построил. Абсолютно без идеи. Зачем она? У него стенка, имею в виду. Зачем она ему? Да, Катя, стена у Эфиопа. Так что... Я думаю, что русским... Нет, смотрите. Зачем? Вот я не понимаю, зачем русские с Майи впрягаются тут. То есть просто как бы притормозить Эфиопа... Ну, он же по нижней ветке пошел. В любом случае притормозится сейчас. Давайте жить мирно. Нафига вам эта война? Вот уже... Уже... Тут... Неужели непонятно? Никого не дадут вынести? Тепка же начала войну. Я готова вериться. А ты мне ведь вернешь тебя тюкан? Нет. Так, о чем речь тогда? Санхамон уже припекать начал. Заволновался. Атака. Ну, ему у нас... Ну, может, он, конечно, не в курсе. Ему будут продержаться ходов пять. Приплывет сейчас с другой стороны Кицал. И захватит столицу Ацтека. То есть, на самом деле, сейчас было бы неплохо... Смотрите, зачем он этого поселенца держит? У него этот поселенец ходов двадцать уже стоит у Адис-Абебы. Я не понимаю. Так вот, конечно, сейчас... Йоу, у нас все барьерные рифы на карте. Сейчас Тутанхамону бы перекинуть... Да, у Перси... Слушайте, Перс мог поставить город у барьерного рифа, прикиньте. Он нифига не разведал, поставил... Так вот, перекинуть бы Тутанхамону, конечно, войска к тому фронту. И там отбиваться от русского с майя. Но он все равно войска строит, видите? То есть, я думаю, что все-таки он отобьется. Хочется верить мне. А, так он уже и перекинул, похоже, войска туда. Ну, Харара начинает обстреливать. Но им еще по одной клетке по территории Эфиопа двигаться, да? То есть, пока они дойдут... Ну, они чуть погадят ему, да. Но... Никак это не скажется на... На самом деле, они сейчас на руку Китсалу в основном играют. Потому что Китсал сейчас спокойно вообще без проблем заберет... Столицу от стек. И, кстати, может сходить еще заодно четвертый город русского снести, чтобы ему на море никто не мешался. Да, можно отойти. Тлотлойка никуда не денется. Ацтек... Ацтек уже все. Ацтек в этой игре свою миссию завершил. Так, ну, я, наверное, буду тогда заканчивать эту серию. Вот уже плывет флот к Тиночтетлану. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Не забудьте подписаться. И я надеюсь, что продолжение этого интересного ФФА-сериала, в котором мы видим происходящее глазами всех шести игроков, будет хотя бы на следующий день. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.